Годовая подписка Олег Карпович Шпак вернулся с прогулки. Он старательно вымыл лапки домашнего любимца Пинчера Арто, затем помог раздеться внуку Богданчику, на кухне их уже ждал горячий чай, сдобные булки и варенье. Жена Олега Карповича Полина Сергеевна расстаралась. После чаепития Олег Карпович принялся собираться на работу. Сегодня у него было две лекции и один семинар. Он нежно потрогал эту тюжиную рубашку. Полиночка трепетно относилась к его вещам. Его рубашки, костюмы и галстуки, а также платочки и носки, запонки и булавки для галстуков были в идеальном состоянии всегда. Он шутил, что если бы английская королева вздумала бы заглянуть к нему на огонек, то ему в любой момент дня и ночи не стыдно было бы повстретить леди. Олег Карпович преподавал в мединституте, и домашние, даже маленький Богданчик, видели в его профессии какую-то печать избранности и высокое предназначение. Он неторопливо оделся, взял портфель, тепло попрощался с домашними и вышел из дома. Он шел на работу пешком. В воздухе отчетливо пахло весной. Еще совсем чуть-чуть, и почки на деревьях выстрелят нежной зеленью. Наглые черные грачи орали совсем, как его студенты, хотя, несомненно, сравнение некорректное. Грач умная и красивая птица. В сквере перед институтом все скамейки были заняты. Сидят лоботрясы, курят, пьют паршивый кофе из тонких пластиковых стаканчиков. Он миллион раз говорил на лекциях о том, что в такие стаканчики нельзя наливать горячее. Но, видать, ничем этих уродов не проймешь. Олег Карпович переложил портфель в другую руку. В это время его обогнала пигалица в мини-юбке и меховом жилете. «А у вас спина белая!» – выпалила она. Потом узнала его и застыла, не зная, что делать. «Здрасте, Олег Карпович!» – промяблила она. «Здрасте!» – передразнил он и ускорил шаг. Настроение портилось стремительно. Как он забыл про этот придурочный праздник «День смеха!» «Ну все, теперь жди на мыленной доске или еще какой-то подлой каверзы. Потом это какая-то образина снимет на видео и выложит в интернет». Олег Карпович заходил в центральный корпус. Поднялся на второй этаж и вошел в аудиторию. После приветствия раскрыл свой рабочий блокнот, спросил у старости, кто отсутствует, и начал лекцию. Шум рабочего пчелиного улья. Он не пытался перекричать, а наоборот специально говорил все тише, чтобы хоть как-то привлечь внимание студентов. Но кто-то пярился в экран телефона, кто-то болтал с соседом, остальные просто сидели с отсутствующим видом, пряча гарнитуры за пышными кудрями. Спасибо, что не чешутся и не выкусывают блох друг у друга. А в остальном, ну чисто обезьяния стая после набега на банановую плантацию. Господи, неужели его Богданчик через каких-то 12 лет превратится в такое же тупое лохматое чудовище? У Олега Карповича подпрыгнуло сердце и забилось часто-часто. Он замолчал и пришлось заглядывать в блокнот. Олегу Карповичу уже не раз приходило в голову, что если бы он вдруг вместо фармакологического действия сердечных гликозидов или взаимодействия ганглиоблокаторов принялся бормотать любимый стих про дом, который построил Джек, то его студентам навряд ли бы заметили и обратили на это внимание. Зачем эти несимпатичные и неумные молодые люди ходят с утра пораньше в институт, он не понимал. Перед семинаром секретарь в деканате вручила ему пакет. Он пакет раскрыл и сперва не понял, но потом, повертев в руках и даже полистав журнал «Свиноводство», его осенило. Это и есть мерзкая каверза на день смеха или день дурака. Смешно дураку, что рот на боку. Ладно, будет вам день смеха. Обхохочитесь. Аня юмор не понимала. Ни быковатых всевозможных комедиклабов, ни тонкие английские, ни перченые еврейские анекдоты. Училась Аня хорошо, звезд с неба не хватало. Конфликт с преподом по фармакологии возник вообще на пустом месте. Гадкий шпак довел до слез Катю Перетятько. Девушку не очень умную, но девушку ведь. Катя не подготовилась к прошлому семинару и еще додумалась строить глазки этому биороботу. Он влепил ей двойку, да еще и обозвал недоиной коровой. Аня влезла в эту свару. В итоге Олег Карпович о Катьке и думать забыл, а Аньку ненавидит люто. Придирается к любой мелочи. До чего же не сносны эти пожилые люди? Зудят, брюзжат или вдруг начинают строить из себя мачи и приглашать на свидание? Аня передернула плечами. Семинар уже начался, и Аня пыталась следить за его ходом. Она чувствовала, что сегодня Карпуша оторвется по полной. Но тот, казалось, забыл о ее существовании. Внезапно Олег Карпович, как будто что-то вспомнив, хлопнул себя по лбу. Забыл сказать. Сегодня кто-то сделал мне подарок. Годовую подписку на журнал «Свиноводство». Даже не знаю, как я раньше обходился без таких полезных знаний. Так вот, ни одна свинья на потоке выше тройки на экзаменах и зачетах не получит. В наступившей гробовой тишине Аня засмеялась. Ее смех звучал демонически. Вероятно, чувство юмора, которое так долго не подавало никаких признаков жизни, проснулось. Но в самый неподходящий момент. Аня не могла остановиться, все хохотала. «Совенко, покиньте аудиторию». Олег Карпович не мог сдержать ярость. Аня все хихикала, а у самой двери так получилось, что она нечаянно хрюкнула. И тут заржали все. После семинара Олег Карпович шел домой и думал, что будущее ужасно. Потому что молодежь – жалкие уроды и вырожденцы. Но он их лихо осадил. Фраза «Ни одна свинья на потоке выше тройки не получит» ему очень нравилась. Все-таки без юмора в жизни никак не обойтись. Аня думала, что без стипендии придется искать подработку. И тогда свободного времени совсем не останется. С другой стороны, даже тройка в зачетке. И грядущие неподработки стоят такого дня. Главное ведь, что чувство юмора у нее все-таки есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин